Вы лучшие маркетологи Intel. Ситуация критическая. Наши процессоры никто не покупает. AMD давит. Что будем делать? Давайте будем в тренде. Сейчас в моде нейросети прикрутим авторазгон на 100 МГц. Нам нужен рефреш. Может просто сделаем корт 14 на новой архитектуре. Альфа банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Сокет lg 1700 официально все. На выставке cs24 intel представила последние процессоры корт 14 без индекса кей, а заодно обрадовало всех сообщением, что будущие чипы потребуют новую дырку. Выйдут кор 15 в лучшем случае к концу года. Не стоит ожидать от синих поддержки на уровне AM4. Мы уже сняли целых три ролика по каждому поколению отдельно. А сегодня давайте проведем полную аналитику сокета intel у которого 1700 подпружиненных контактов. Три поколения процессоров не случалось 20 лет со времен 775. На 1700 появились большие малые ядра, поддержка PCI-Express 5.0 и DDR5 и куча программных фич. Обновлений много, но не все они значимы. Какие процессоры и платы стоит рассматривать к покупке, а какие лучше пропустить. На связи МК, ставим точку в истории intel lj 1700. Поехали. Начнем, как обычно, с минутки истории. 21 год. Intel окончательно избавляется от проклятия 14 нанометров, представив процессоры elder lake. Созданные по техпроцессу 10 нанометров, названному intel 7. Да, вот так придумали где-то в офисе маркетологов. Сразу две новые архитектуры для разных ядер. golden cove для больших с поддержкой гипертрейдинга под 5 гигагерц и поддержкой avx 512 и gracemont для энергоэффективных малых ядер до 4 гигагерц, нужных для выполнения фоновых задач. Компания не стала мелочиться и выкатила два десятка процессоров core 12 с числом ядер от 2 до 16. А для управления всем этим разношерстным зоопарком эксклюзивно для windows 11 был назначен директор потока. В кои-то веки intel вернула себе лидерство по технологиям. Процессоры на lj 1700 поддерживают новую шину pc express 5.0 и память ddr5. После таких новостей в офисе лизы су точно поперхнулись ряженкой и начали листать документацию. Как обычно без шероховатости не обошлось. Хваленый директор потока в большинстве задач не делал сырую на тот момент windows 11 лучше десятки. Это был очередной эпизод усиленной работы маркетингового отдела, а инструкции avx 512 перед самым релизом втихую отключили. Но в целом камбэк вышел что надо. Пользователи быстро оценили. Народные i3 12100 и i5 12400 они оказались достаточно холодными и очень быстрыми. Свежий четырехъядерный 12100 может уделывать старые шестиядерные i5, а новый i5 дотянулся сразу до уровня 200-ваттного топа i9 9900K. К тому же Intel в отличие от AMD не стала списывать со счетов дешевую DDR4, позволяя собирать на младших корт двенадцатого поколения по-настоящему народные сборки. В топах лучшие. Да, i9 12900K вышел горячим и без хорошей водянки к нему лучше не подходить, зато впервые за несколько лет Intel вернуло себе лидерство. 16-ядерный Ryzen 9 5950X был в паритете с лучшим Intel в рабочих задачах, но ощутимо отставал в играх. К тому же охладить пыл горячих Intel Core можно несложным андервольтингом. Мы рассказывали об этом в одном из предыдущих роликов. Не обошлось без приятных упущений со стороны инженеров Intel. Даже на среднем чипсете B660 есть платы с внешним тактовым генератором. Он позволяет разгонять любые процессоры по шине. Итог оказался предсказуем. i5 12400 пробил 5 ГГц и стал одним из лучших игровых процессоров на уровне куда более дорогого i5 12600K. Дыру Intel быстро закрыла, такие платы резко взлетели в цене, но кто хотел тот успел. В общем, Intel в 2021 году слишком высоко задрала планку с Core 12 и инженерам дали подрасслабиться. Да и мало кто ждал от компании очередного прорыва через год в 13 поколении. Логичнее было назвать новые процессоры не Raptor Lake, а Elder Lake Refresh. Основные архитектурные изменения затронули большие ядра. У старших Core i5 и выше они перешли на архитектуру Raptor Cove, что позволило накинуть сверху еще полгигагерца и несколько сотен килобайт кэша второго уровня. Малые ядра не изменились, но их стало немного больше. До 16 штук в Core i9. Ну и куда уж без новых плат в следующей 700 линейке чипсетов, где основные изменения это поддержка большого числа линий PCI Express и USB, как будто их раньше не хватало. В общем, в линейке Raptor Lake интересных моделей оказалось меньше. Core i3 можно смело пропускать, они остались четырьмя ядрами на старой архитектуре, буст в 200 МГц, это смешно. Младший i5-13400 мог выйти интересным, но подкачала цена. Он хоть и остался на Elder Lake, зато получил прицеп в виде четырех малых ядер. Немного, но с учетом роста частоты больших кокосов, прирост в играх и рабочих задачах относительно 12400 доходит до 20%. За прежние 10-12 тысяч рублей было бы круто, за текущие 16, увы. Зато неожиданно стрельнул i5-13600K, шесть ядер на быстрой архитектуре Raptor Lake с частотой выше 5 ГГц. Intel знает, что нужно вашим кош-играм. В итоге этот процессор оказался достаточным даже для топового ПК. RTX 4090 вытягивает, водянку как i7 и i9 не требует, VRM плат не насилует, от DDR5 большого прироста производительности не получает. Одним словом, геймерский идеал. И стоит при этом лишь на пару тысяч дороже предыдущего i5-12600K. Так что про старичка можно забыть. А каким вышел i7-13700K? Он дает прикурить прошлому топу i9-12900K, но при этом стоит минимум на 5000 дешевле. А i9 в 13-м поколении пока удерживает Intel в лидерах. 8 больших ядер и 16 малых позволяют ему конкурировать с лучшим на данный момент процессором под i5. 16-ядерным Ryzen 9 7950X. Правда, ценой шкварчания припоя под крышкой при 300-ваттном тепловыделении. Но после печально известного i9-11900K это уже мало кого удивляет. По программным фичам и багам Raptor Lake оказались скучными. Там все уже допилили. Разгон по шине прикрыли, а VX512 так и не вернули. Зато обновили директора потоков. До второй версии. Хотя лучше он от этого не стал. По тестам Windows 10 и 11 отличаются не сильно. А вперед внезапно вообще вырывается Linux, в котором нет даже намека на эту технологию Intel. После выхода Raptor Lake история сокет LJ1700 могла закончиться. Ведь исторически в одну дырку Intel больше двух процессоров вставлять не давало. Однако маркетологи уже подготовили самое худшее поколение за всю историю компании. В линейках Core i3, i5 и i9 изменений нет. Вообще. Используются абсолютно те же кристаллы, с таким же количеством ядер и на том же техпроцессе Intel 7. Единственное отличие – легкий разгон из коробки на пару сотен МГц. В итоге даже на официальных слайдах компаний прирост не превышает 5-7%, а в реальности он на уровне погрешности. У i5-13400 и i5-14400 одинаковая частота больших ядер под нагрузкой, вся разница лишь в 200 МГц у E-Core. Поэтому прирост в играх – 1 FPS. А с Core i3 ситуация выглядит вообще как издевательство. В этой линейке и прошлое. 13-е поколение было фактически переизданием, рефрешем без прироста по числу ядер или архитектуре, а 14-е получается рефреш-рефреша. Intel. А в чем разница? А ее нет. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Но Intel не была бы Intel, если б не прикрыла такой наглый обман красивым маркетингом. В 14-м поколении появилось сразу две умные фичи, которые должны были делать рефрешнутые процессоры еще быстрее. Первая называется Intel XT-UAE. Прикрываясь нейросетками, компания обещает дополнительный разгон Core 14 в один клик. Звучит здорово, жаль, что это пизньё. Intel уже выскребла весь потенциал камней еще на заводе, поэтому буст на лишние 100 МГц никакой практической пользы не даст. Вторая фича Super Session Application Optimization или APO. Она позволяет лучше использовать энергоэффективные ядра в играх. Компания обещала двухзначный прирост в некоторых проектах и не обманула. При этом работает APO только на процессорах 14-го поколения. По классике все оказалось куда проще. Intel выдала решение собственного просчета за достижение. Компания просто исправила проблему с разнородными ядрами, которую создала сама же с выпуском Elder Lake. Некоторые игры не знают, какой из двух типов кокосов им нагружать, и часть их процессов выполняется на более медленных E-ядрах, что и приводит к падению FPS. APO это просто еще один костыль для директора потоков, чтобы игры правильно работали с малыми ядрами. На CES 24-го года компания признала, что таких неоптимизированных игр набралось аж 14 штук, и это только из популярных, и инженеры уже начали их вручную оптимизировать. Заодно глава компании обрадовал тех, кто брал 14-е поколение только ради APO. Эта фича полностью программная, и в ближайшее время появится и на 13-м, и даже на 12-м поколениях. Такие дела. Но в Core 14 появилось несколько уникальных процессоров. Core i7 и Celeron's Pentium. Последние две линейки слиплись, теперь вместо них один Intel 300. Да, он так и называется. Intel Processor 300. Без всяких индексов. Два ядра, четыре потока. Фактически это просто разогнанный Pentium G7400, поколение Elder Lake. Первые тесты показывают, что чуда не случилось. От самого простого Core i7, три отставания больше, чем вдвое. Киберпанк на таком камне будет фризить до 20 фпс. Это самый простой офисник. Зачем компания отказалась от легендарного названия Pentium, непонятно. Спасибо, что хоть двухъядерных двухпоточных Celeron за 5000 рублей больше не будет. И только линейка Core i7 получила настоящие изменения. Этим камням докинули еще четыре малых ядра, а вот это уже тянет на нормальный рефреш. Именно поэтому на официальных слайдах чаще всего фигурирует именно Intel Core i7 14700K, который реально оказывается быстрее предшественника вплоть до 10%. В итоге только процессоры серии i7 были всегда интересны на сокете LJ1700. Они каждое поколение получают ядерный буст, при этом не сильно отстают от Core i9, но стоят ощутимо меньше и не так горячи. Так что если хочется адекватный топ на этом сокете, стоит присмотреться именно к i7 14700K. 20 разнородных ядер отлично показывают себя в рабочих задачах, но высокие частоты и хорошая архитектура решают все проблемы даже в будущих играх. Также в дорогих сборках можно рассматривать к покупке память DDR5. Она хоть и стоит ощутимо дороже DDR4, но ценник неуклонно ползет вниз. Да и при общей цене системников пару сотен тысяч рублей, доплата пятерки сильно роли не сыграет. При этом DDR5 на частоте выше 7000 МГц ощутимо лучше, чем DDR4 на 4000. Прирост в играх достигает 10%. Про LJ1700, как никогда верна поговорка, начали за здравие, кончили за упокой. Новая архитектура и техпроцесс, 16 разнородных ядер, поддержка DDR5, народная i3 и i5. Инженеры Intel, подгоняемые AMD, вложили душу в 12-е поколение и действительно совершили невозможный камбэк. А дальше погуляли на корпоративах и разошлись по домам. 13-е поколение получило легкий рефреш, а 14-е вообще просто сменило цифру. Оглядываясь на три года развития LJ1700 видно, что AMD все-таки переиграла синих. В народных компьютерах у красных есть туз в рукаве под названием AM4, под который до сих пор выходят интересные процессоры с 3D-кэшем и приятной ценой. И даже без них брать вместо 6-ядерного Ryzen 5 500 4-ядерный i3 не самая лучшая затея. Мы показали это в одном из предыдущих видео. В топах i9-14900K и Ryzen 9 7 950X очень близки. И да, Intel немного быстрее, но если для синего сокета это уже конец, то вот под AM5 выйдет еще минимум несколько новых поколений процессоров, где обещают даже 32-ядерных монстров. К тому же звание лучшего игрового процессора захватил восьмиядерный Ryzen 7 7800X 3D и как минимум до конца года его никто не оспорит. В итоге 1700 это большой шаг относительно 1200, но недостаточный для полноценной конкуренции с AMD. Остается надеяться, что чиплетные решения 15-го поколения на LGA1851 вернут Intel былое величие. В противном случае нас ждет красный монополизм. Если вам понравился материал, не забывайте его оценивать и подписываться на канал. В описании будут ссылочки на наш Телеграм и группу ВКонтакте, где мы ежедневно публикуем и обсуждаем самые интересные IT-новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Ситуация критическая.